Кадровый день для белорусской власти. Сегодня президент Александр Лукашенко представил новых руководителей разных уровней. В частности, управленцы сменились в Копольском, Мядельском, Дрибинском и Чериковском райисполкомах. Глава государства также согласовал назначение руководителей Ленинского района, Бреста, Заводского и Советского районов города Минска. Экономика, внешняя политика, развитие социальной сферы, состояние сельского хозяйства и готовность к весенним полевым работам. Эти темы сегодня стали главными во время разговора президента с представителями местных властей. Времена, конечно, у нас непростые. Вы, наверное, лучше меня это чувствуете, потому что вы непосредственно там находитесь. Ну что поделать, время выбрало нас, поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься, выдавать результат. И я не хочу вас тут озадачивать, рассказывать, что делать. Вы сами знаете, что делать. У вас экзамен на носу, а у некоторых уже начался. Надо в этих сложнейших условиях посеять. Сельхоз работы для вас очень важны, даже тем, кто станет главами администрации в городах. Так или иначе, вы все равно помогаете селу. Вот это первый экзамен для нас, для всех. Преувеличивать проблему не советую вам. Просто надо везде иметь систему и навести порядок. Порядок должен быть во всем. Не надо там излишне зажимать людей и прочее. Пусть работают, показывают себя. Но технологическую дисциплину никто не отменял. И это железно должно быть пронизано. Ну, вся ваша работа должна быть подчинена этому. И все должны вертеться вокруг этих технологий. Вы не забывайте на селе. Мы вот так бережно и тщательно относимся к руководителям сельхозпредприятий. Контролируем, назначаем, освобождаем их. Мы сделали их государственными людьми. И нам никуда от этого не деться, потому что они выполняют и государственную функцию. Мы на селе с вами не справимся без руководителей сельхозпредприятий. Там же и пенсионеры, и рабочие. Да и у нас просто люди привыкли. Куда они идут? Они идут к тебе, как только возникла какая-то проблема, они к директору, к председателю идут. Помогите. В больницу отвезти. Кто-то рожает. Хлеба завезти. Еще что-то очистить. Дорогу куда? К ним. Поэтому мы с вами и имеем дело с председателями колхозов, совхозов, директорами. Поддерживаем, помогаем, кредитуем. Потому что вы выполняете большие объемы государственных функций. И от этого уходить нельзя. Может, когда-то мы придем к этому, но это будет, наверное, не лучший вариант. Это наработанная практика. Вот эта славянская коллективность жизни на селе. Понимаешь, о чем идет речь. Поэтому нам не надо от этого отказываться. Смотрите, поддерживайте людей на местах. Подробнее о кадровых решениях президента в наших следующих выпусках. Продолжение следует...